Свой ВИЧ-положительный статус Алексей обнаружил случайно, находясь по ту сторону колючей проволоки. Сегодня он пациент Самарского центра по борьбе со СПИДом. Консультирует других, рассказывая о своем прошлом. Как не надо было. Я хотел бы вкратце рассказать свою историю о том, как я заразился ВИЧ-инфекцией. Это было в 2010 году. Мой образ жизни тогда был, ну скажем так, не очень правильный. И я находился в местах лишения свободы, где я сдал тест на данный анализ, и он показал, что я ВИЧ-инфицирован. Главное не отчаиваться, говорит Алексей. Если правильно и вовремя принимать антивирусные препараты, можно жить долго и счастливо. Вот только о былой разгульной жизни забыть нужно навсегда. Это хронически контролируемое заболевание, которое при правильном приеме той же терапии и правильном своевременном приеме у врача, оно контролируется. В этой лаборатории ставят диагноз, не приговор. Так же, как и Алексей, еще 34 тысячи жителей Самарской области официально зарегистрированы как ВИЧ-положительные. И лишь в последние годы статистика заболеваемости пошла на убыль. Специалисты предупреждают, в последние годы вирус вышел из подвалов, и теперь это удел не только маргинальных слоев населения. Сегодня в группе риска вполне добропорядочные граждане. На первом месте сегодня во многих регионах это половой путь передачи при гетеросексуальных контактах. То есть мы ушли совсем от понимания уязвимых с вами категории населения. Это было когда-то. Поколение свободное от ВИЧ. Пока эти слова звучат скорее как утопии. И все же медики, психологи, общественники ищут ответ на вопрос, что является основным в профилактике СПИДа. Информационные, духовно-нравственные, спортивные или социальные составляющие. И многие сходятся в одном. Главное оружие борьбы со СПИДом это осведомленность и ответственность. Если мама не говорила, что СПИД есть, это не значит, что его нет. Просто тогда рассказать об этом должен специалист. Причем именно в том возрасте, когда спасти человека можно, не допустив заражения. А молодецкую энергию направить на занятия спортом, науками, полезными увлечениями, помощники, дополнительное образование и традиционные религиозные конфессии. На это направлена национальная программа, а теперь и государственные стратегии противодействия СПИДу. Устоявшуюся, зрелую мораль стабильного общества, я думаю, здесь трудно заменить. Я бы вот к этому тоже внимание привлек и, наверное, постараемся сегодня тоже это обсудить. А если каждая конкретная семья примет все меры, чтобы зло, которое приводит к пьянству, наркомании или СПИДу, ее не коснулось, тогда все вместе и станут поколением без ВИЧ. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Олег Зверев. Олег Зверев.